Здравствуйте, приветствую вас на канале про цветок. Сегодня мы поговорим о шлизнях. Осень на дворе и мы уже в полной мере ощутили то, что на участке есть шлизни. Испортлен декоративный вид растений. Дырки на листьях. Но это еще полбеды с декоративными растениями. Поврежена капуста, дырки на капусте, дырки на салате. Где-то корнеплоды повреждены. Последние огурцы, которые растут на градке, или помидоры, которые лежат на земле, точно так же уже повреждены. В них появились дырки. Это все работа шлизней. Что сделать с этими бурхоногими моллюсками так, чтобы они не перозимовали? Чтобы на следующий год нам приносили как можно меньше ущерба. И как извести их из участка? Ну, тут, во-первых, необходимо знать биологию этого вредителя. Значит, шлизни очень хорошо развиваются в тенистых и влажных местах. Если у вас на участке есть такие места, значит, знайте, что там живут шлизни. Но еще следующий нюанс. Значит, шлизни начинают откладывать яйца. За один сезон один шлизень может отложить до 400 яиц. Эти яйца вы могли видеть. Они откладываются как летом, но особенно интенсивно они откладываются осенью. Почему они откладываются осенью? Потому что шлизни многие просто-напросто, если температура низкая, не перезимовывают. Они сами замерзают. А вот оставляют яйца. Яйца не боятся низких температур, перезимовывают. На следующий год выводятся новые шлизни и повреждают наши растения. Что необходимо знать дальше по биологии этого вредителя? Значит, раз влажные тенистые места, такие места мы можем создавать на участке сами. Куча камней, которые лежат на участке. Доски, которые где-то в тени на участке. Какой-то другой строительный мусор. Даже выпалоты сорняки, которые мы просто оставили на участок, мы не убираем. Пропололи, выпалоли на участке. Уже тенистое влажное место. Шлизни заползают туда и откладывают яйца. Эти яйца вы могли видеть. Это, значит, похоже на икринки. И яйца отложены кучками. Такая кучка, и там блестящие икринки. Ну, размер одной икринки где-то 3 мм. Около 3 мм. Такие икринки. Они могут быть как прозрачные, так и белесые. Вот эта кучка, это и есть то, что на следующий год нам будет вредить. Что сделать, чтобы и яйца уничтожить, и слизней на участке стало меньше? Ну, самое простое, что во всех влажных местах обязательно уберите мусор. Там не должно быть ни мульчи, ни листьев. Хотя, я вам скажу, есть одно исключение, конечно, из листвы. Убираем оттуда. Это раз. Второе. Влажные места осенью желательно прорыхлить. Мы можем рыхлить или тяпкой, или рыхлить, ну, те же граблями. Смотря на какое состояние вашей почвы. Почему? Почва начинает подсыхать, а сухая почва начинает губить яйца. Потому что яйца тоже боятся перепада, особенно сухости. Когда сухость, они начинают погибать. Это агротехнические. Далее, если есть у вас какая-то трава в улажных местах, где-то левчанистые, обязательно эту траву скошите. Потому что скошите, земля станет прогреваться, ну, и, соответственно, она станет подсыхать, что, опять же, придет к гибели яиц, отложенными слизнями. Да, и что, кстати, не забыл самый важный момент, что слизни такие интересные моллюски, что любой слизень может отнести, дать потомство. То есть они гермафродиты. Любой самец может превратиться в самку и отложить яйца. Ну, и, соответственно, лишь летом, то тоже так же наоборот. Ну, обычно они все осенью откладывают яйца. Все становятся, как бы, заботятся о том, что дать потомство. Далее убираем, что же, строительный мусор. Где-то не надо, там доски складировать в синих, потому что мы складываем доски в синих, чтобы не рассыхались, а там под доски залазят слизни. Их достать оттуда очень, конечно, трудно, а там куча этих яиц. Они откладывают, потому что, во-первых, там температура не будет опускаться низко, и они там живут. Поэтому поняли, что убираем траву, рыхлим. Следующий момент, что необходимо сделать в борьбе со слизнями? Значит, почву перекопать, потому что все яйца, они лежат на поверхности. Ну, максимум, что они могут быть, это 3 сантиметра. И то под комочками почвы. Где-то комочек почвы, слизни отожили яйца, 3 сантиметра глубже нет. Если мы перекопаем, мы возьмем эти яйца, просто-напросто захороним. Мы захороним эти яйца, и уже с них ничего весной не выведется, потому что слизни с глубины уже пробиться не могут. Запоминайте. Следующее. Сейчас очень хорошо отследить, где есть слизни. Если у вас есть какие-то декоративные растения, или те же овощные, вы запоминайте, где были очень большие погрызы, где листья были пробиты слизнями. Если дырки были на листьях, значит, ставьте просто какие-то колышки, знаки, метки, что здесь были слизни. Можно декоративных растений, потому что листья мы срезаем, а когда стоит колышок, мы знаем, что там есть слизни. Раз там были слизни повреждали, значит, там обязательно будут яйца. Мы не всегда просто можем их рассмотреть. Яйца там будет обязательно. Следующий способ. Значит, вот мы уже отметили места, где у нас были слизни. Ну и начинаем борьбу с этими яйцами. Что необходимо предпринять, чтобы эти яйца погибли? Ну, во-первых, самый, конечно, простой способ, и он очень, как бы, эффективен, но не всегда он применим на участке, потому что у нас на участке мало такой свободной земли. Это просто-напросто пройтись по поверхности земли паяльной лампой. Проходим паяльной лампой, под действием этой температуры, эти яйца просто-напросто свариваются. Ну, это, конечно, на ограниченной площади. Если у вас участок очень большой, сами понимаете, там паяльной лампой на 30, на 40 сотках не пробежишься. Там надо предпринимать другие меры. Ну, какие меры мы предпринимаем? Ну, замечено, что слизни погибают, сами слизни, вот, и даже их яйца так частично погибают, если почва присыпана суперфосфатом. Ну, суперфосфат лучше брать аммонизированный. Почему? Я расскажу чуть дальше. Дальше очная слизни, гибель и яиц и слизней, получается, если почву в тех местах, где они отложили яйца, присыпать калийными удобрениями. Это может быть и калийная соль, и хлор и стыкали, и сирнаки стыкали. Смысл в чем? Что мы не превышаем дозы, просто рассыпаем в сухом виде удобрения почву, их не заделываем. Находясь на поверхности почвы, эти удобрения сжигают, как бы, те же яйца слизней. Ну, на слизней действует это меньше, на живых. Почему? Объясню. Когда слизни чувствуют даже такое, ну, что там есть калий, или другая такая трава, как для них, они сразу покрываются слизней, выделяют большое количество слизи, и, как бы, уже не может, то, что мы посыпали, не может проникнуть, как бы, слизня, погубить его, хотя они частично погибают. Это раз. Во-вторых, необходимо помнить, что, значит, все это удобрения, которые мы посыпаем, калийные и фосфорные, они будут служить для питания почвы. Для почвы это не вредно. Ну, единственный нюанс, что может придется повторить, потому что, когда удобрения намокнут, размокнут, как бы их уже токсическое действие на слизне и на их яиц уменьшается. Тоже запоминаем этот нюанс. Следующий нюанс, что еще? Ну, у вас вот остались там доски, вы не будете переносить все доски. Яйца есть. Как выкурить оттуда слизней? Делается очень просто. Удобрения вы не сюда подсыплете. Есть такие группы удобрений, которые называются аммиашные удобрения. Какие удобрения относятся к аммиашным? Это аммиашная селитра, это сульфат аммония и аммиашная вода. Аммиашная вода нам известна, мы ее давно уже используем, под названием нашатырный спирт. Нашатырный спирт – это водный раствор аммиашной воды. Это и есть нашатырный спирт. В чем эффект этих всех удобрений? Значит, эти удобрения мы будем растворять в воде. Ну, берем, чтобы вы знали, это самое. 100 грамм на 10 литров воды аммиашной селитры, 130 грамм, 150 грамм сульфата аммония и 50 грамм, не 40 как бы для растений, а 50 грамм нашатырного спирта. Растворим в воде и опрыскивать им просто в такие труднодоступные места, куда мы не можем ни с чем подлезть, залезть, мы опрыскиваем. Аммиак, значит, губителя действует на яйца, шлизней. Яйца шлизней, как правило, где-то на процентов 80-90 погибают. Мало кому остается выжить. Ну, если на открытом месте это делать, для почвы, это опять же, концентрации не очень большие для почвы, вся остальная живность остается живой, а вот яйца шлизней, сами шлизни, на которые попали, аммиачные удобрения, они также погибают. Ну, конечно, кто-то еще применяет и золу. Ну, зола, сама по себе шлизней, яйца она не уничтожает, тут необходима добавка. Качество такой добавки для шлизней обычно служит хлорная известь. Берем 4 части золы, 1 часть хлорной извести, размешиваем и опудриваем почву. То, что попало на шлизней, на яйца, также приводит к их гибели. Поэтому борьбу со шлизнями мы введем такими способами. Чем меньше яиц останется на участке живых, тем чище будут ваши посадки на следующий год. И концентрации, которые я вам назвал, они будут безвредны как для декоративных культур, точно так же они будут безвредны и для овощных культур, которые в последующем будут выращиваться на этом месте. Почва будет обращаться питательными веществами, но такой вредный объект, как шлизни, начнет исчезать с вашего участка. Ну, говорю, не думайте, что вот один год сделали, и у вас уже участок будет чистый. Такую работу придется повторять. Почему? Потому что шлизни живут не только на вашем участке, где вы проводите борьбу, но они живут на соседних участках, а они эмигрируют, то есть ползают. Поэтому не факт, что они не приползут с чужого участка. Но если вы будете хотя бы несколько раз за сезон проводить такую обработку, это безвредно. Это не те препараты, что на основе металлезегида, там гроза, там какие-то другие. Это не так вредно. Шлизни на вашем участке станет меньше, и они исчезнут. Но самое главное, еще раз повторяюсь, главное не захламляйте участок, потому что захламленный участок это пристанище шлизней и других вредных объектов. Да, и кстати, что я забыл вам сказать, что аммиашные удобрения, помимо того, что они уничтожат яйца и самих шлизней, они играют такую важную роль, что они отпугивают большинство вредителей и мышей, и хрущей, и проволочников, которые начинают уходить с вашего участка. Или при близком контакте просто-напросто погибают. Так что возьмите это на заметку. Удачи вам в этом деле. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова